Открытое честно о себе, о предназначении, о главном, подлинные чувства и эмоции – это и есть сама жизнь, не просто история и ее интонация. В нашей программе Алла Пономаренко. Сегодня мы в Джанкой, городе, где родилась и выросла наша героиня. Здесь она делала первые шаги, училась, ставила цели, добивалась их здесь, работала учителем в школе. Мы посмотрим на этот город, глазами ее детства, увидим все изменения и узнаем ее личную историю. Самое ценное – это жизнь сама, это люди, которые тебя окружают, и доброе отношение твое к людям и людей к тебе. Я оптимист, я оптимист, и я вижу солнце в лужах, а не дождь в окне. Я надеюсь на собственные силы и уверена, что все, что нам дается, так должно быть в этой жизни. Безостановочный ритм, динамика каждого дня, изменения – это то, без чего невозможно. Алла Пономаренко признается, она просто не умеет жить иначе. И вот это та самая сирень, сирень вашего детства. Да, эта сирень с того времени, она настоящая, не персидская, не колерованная, она ярко пахнущая, настоящая сирень сиреневого цвета. Детство – это то, что мы потеряли во времени, но сохранили в себе. Это большое эмоциональное путешествие. Оно может заставить нас и смеяться, и плакать, и сделать немножечко лучше. Улицами вашего детства, когда деревья были большими, у вас получается как путями вашего детства, поскольку вы выросли здесь? Да, я выросла вот практически на железной дороге. У нас вот прям сразу же дом находился. Вы знаете, как-то нам не мешало, мне казалось так хорошо, так весело. Во-первых, самая яркая, освещенная улица, потому что железная дорога никогда не выключается свет на ней. А вот какие ощущения, когда память возвращает вас вот в эти места? Ну, прям, знаете, такая ностальгия, вот прям думаешь, боже мой. Нет, все время казалось, что это широкая платформа, огромная широкая улица, большие деревья. Вот сейчас все это какое-то такое, как в уменьшенном, знаете, в уменьшенном варианте. Но мы тут очень дружно жили в этом доме, я жила в этом доме, вот это наша квартира, была квартира номер 4, это дома железнодорожников. У меня отец первое время работал на железной дороге. Ваши правила жизни, это правила жизни все-таки продиктованные родителями, или это ваш собственный опыт тех же ошибок и тех же побед? Вы знаете, я до такой степени любила свою маму, и всегда всю свою жизнь равнялась сделать так, чтобы не было ей стыдно за меня. Я уверена, что она вами гордится, и ей точно не стыдно, и вам передо мной. Ну, надеюсь. Осталось еще столько вопросов, которые она сейчас бы задала маме, а сколько хотела бы ей показать. Несмотря на такую внешнюю твердость, она позволяет себе быть слабой в моменты, когда сила совсем ни к чему. Она тот человек, который умеет дружить, и я очень дорожу этой дружбой. У нее можно поучиться справедливому отношению к людям. Вот то, что осталось в детстве, оно навсегда. И знаете, как в школе свои ценности, и вот она была классным другом, она была надежным, она могла взять на себя какую-то ответственность за принятие решений, она не боялась дарить, давать, что-то потерять, это очень важно. То есть ее уважали и любили, несмотря на то, что она была дочерью учителя, знаете, как всегда относится. Поэтому я ей благодарна, и это такая дружба хорошая. С Леной они знакомы с детства, одноклассницы. Сидели не за одной партой, но общие интересы, комплекс отличниц у обеих, любовь к математике и спорту их как-то сразу объединило. И сегодня уже вместе с нашей съемочной группой они снова встретились у стен той самой школы. Это та самая шестая школа, в которой прошли, мне кажется, я не совру, лучшие годы вашей жизни. С первого по десятый класс. Вы учились вместе в одном классе, да? Какое это было время? Замечательное, лучшее время. У нас был самый лучший класс школы, самый сильный класс школы. То время, это такое время становления, роста, ну и все-таки какой-то определенной свободы, потому что в школе мы все эгоцентрики, вот как ни судьи. Вот кем мечтали стать тогда? Кем мы мечтали стать? Ты же, я не знаю. Мы не мечтали, мы просто жили и радовались. Мы как-то учились. Да. Учились. У нас там процесс в школе был такой вот радостный, какой-то здоровой конкуренции, здорового такого общения. Для вас эта школа еще имеет большое значение, потому что вот здесь, на третьем этаже, это окна кабинета вашей мамы. Да. У меня мама учительница, одна из лучших учителей химии города Джанкове была. У нее очень много учеников, очень благодарных учеников. Воспоминания – это то, что хранит сердце и никогда не забудет душа. Это наша возможность стать немножечко сентиментальнее, чуточку счастливее вот в эту самую секунду. В этом спортзале мы занимались уроками физкультуры, прыгали через коня. Мой любимый спортзал, да, мой любимый предмет. И высоту мы здесь прыгали. Да, высоту. А вот такие, помнишь? А помнишь? Вот на этих штучках. Маты вот такие были тоненькие. Спустя столько лет, проходя по тихим школьным этажам, где прожито и понято немало, понимаешь, как отрезки памяти умело выстраивают всю партитуру чувств. Кабинет, в котором прошла, ну, довольно большая часть жизни все-таки. Начальная часть. Да, здесь я училась в классе, конечно, у нас были не такие парты, это все новые. Но в первом классе нет такие же по росту. У вас была не первая парта? Нет, я сидела не на первой парте, с этой стороны причем сидела. Вы знаете, ну, правда, ностальгия. Я очень люблю школу. И учиться люблю, и до сих пор всю жизнь учусь. Если бы вас сейчас и лет 20 назад спросили о том, как вы себя чувствуете в этой жизни, вот что бы вы ответили и как? Я себя комфортно чувствую в этой жизни. Я люблю свою жизнь, люблю каждый ее день. Ни на что бы ее не променяла, хотя были и взлеты, и какие-то падения, и разочарования, и радости. Ну, у всех жизнь состоит вот из такого и жизнь состоит. Напишу. Я даже знаю, как вы закончите эту фразу, что все-таки я люблю жизнь. Да? Школу нет. И надеюсь, что это взаимно. Школу номер 6. Красиво напишу. Я люблю и школу, и я люблю жизнь. Школьная история всегда очень добрая и искренняя, когда хочется рассказать обо всем. Но нам самое время вернуться на центральную площадь Джанкуэ. Город, в котором можно удивляться с самого утра. Здесь все друг друга знают, улыбаются и к неожиданностям привыкли. Так было и с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мой родной брат Лена. Зовут его Вячеслав. Тоже Аликович он. Он младше меня на 8 лет. Я писала сочинения. А я потом списывала. На велосипеде катались. У нас был велосипед, мы на нем катались. Один на двоих? Ну да, один на двоих. Он просто большой был. Украина тогда, это по тем временам был такой крутой велосипед. И мы поэтому купили Алину, а потом он перешел ко мне по наследству. А у вас сейчас есть, если честно, время, чтобы встречаться, общаться, учитывая ваш плотный график, вашу загруженность? Ну, как-то в выходные, в основном, у нас появились. В праздники все это семья. Главное – семья. Эти слова за день наша героиня повторяла не раз. Семья – это то, о чем она не любит громко говорить, куда практически не впускает. Но без этого ее история будет неполной. Какие события в жизни стали значимыми в вашей судьбе? Ну, кроме факта появления на свет, что само по себе уже есть чудо. Рождение сына. Это моя гордость, моя любовь, моя надежда, опора. Ну, это мой сын. А мне кажется, что каждый человек, он все-таки должен быть счастлив прежде всего перед самим собой, чтобы потом делиться этим счастьем с другими. Вот с кем вы делитесь своим счастьем? Со своей семьей. С мужем, с сыном. С его женой, с невесткой, с внуком, с семьей моего брата, моей подружки. У нас это не очень широкий круг, но мы очень дорожим этими отношениями, очень трепетно к ним относимся и стараемся не причинять каких-то проблем друг друга и пытаемся все решать, сообщать. Ее близкие – это ее состояние души. Сын, внук, муж, которые столько лет рядом. И кто сейчас больше переживает, Эдуард или Алла, еще вопрос. Говорить друг о друге – это всегда волнительно. Мы познакомились в достаточно зрелом возрасте, у нас у каждого была своя история, но тем не менее нас сблизило общее понимание, общие интересы. И, конечно же, была любовь – это самое главное, это фундамент наших отношений. Я очень рад и благодарен судьбе, что она столкнула меня с таким замечательным человеком. Я считаю, что это действительно такой подарок. Да, мне посчастливилось. У нас очень хорошая семья. Мне кажется, да, действительно, у нас очень хорошие отношения и внутри семьи, и с родственниками. И мы очень дорожим и ценим именно этими отношениями. Алла Пономаренко всегда знала, что после окончания учебы останется в родном городе, никуда не уедет. Здесь выросла, здесь все менялось у нее на глазах, здесь ее время. И для этого города и всего района она впоследствии многое сделала. И так уже 17 лет. Город должен стать отражением нашего лучшего «я», и я думаю, что вы с этим согласитесь. Вот как сегодня он меняется, какие изменения видите вы каждый день? Я люблю этот город, я всю жизнь в нем живу. Для вас он самый лучший, я так понимаю? Самый лучший. И, конечно же, я вижу изменения, которые происходят в городе. Это, ну, вот вы видите новая площадь, это новые улицы. А за эти пять лет произошло очень много изменений. Вот если бы не было бы так, то как бы было? Я сама не люблю сослагательного наклонения. Да, история не знает сослагательного наклонения. Но было бы сложно. Было бы очень сложно, если бы не было 14-го года. Если бы в 14-м году не было бы принято такое решение. И я горжусь, что я причастна к «Крымской весне». Я рада, что моя мама русская и успела получить паспорт гражданина Российской Федерации. Ну, немножко перед смертью практически. Я очень рада этому. То есть история «Крымской весны», она, по сути, это личная история каждого из нас. У каждого своя история. Вот в момент «Крымской весны» у каждого своя история. История, которая стала началом многих других историй. Перемены, изменений, очень личных и решающих, как до и после, как прежде и совсем иначе. Меняется «Крым», меняется «Джанкойский район». И только слепой этого не видит. Да, у нас 113 населенных пунктов. Но там где-то воду сделали, где-то освещение, где-то у нас амбулатории. Три модульных амбулатории поставили. Я понимаю, что мечтать – это свойственно все-таки людям в детстве. Но вот если бы сейчас вы, как взрослый человек, и у вас было бы время помечтать, какая ваша крымская мечта? Чтобы каждый человек ощутил на себе изменения и ни разу не пожалел о том, что мы вошли в состав Российской Федерации. Чтобы это каждый человек понял. И чтобы люди стали добрее и позитивнее настроены. Чтобы видели хорошее, а не только плохое. И чтобы наш «Джанкойский район» был процветающим районом. И мне очень это хочется. Мы много говорили сегодня о том, насколько меняется жизнь, меняя нас. И как мы в этом отражаемся. Какова роль и как важно быть частью этих изменений, не теряя смыслов и главного. Это была история и интонация Аллы Пономаренко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова